Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Рост долгов по зарплате становится угрожающим. По данным Росстата, на 1 марта 2015 года, по сравнению с февралем, задолженность увеличилась на 14,7% и достигла почти 3 миллиардов рублей. По всем видам экономической деятельности, кроме образования, 100% просроченной задолженности по зарплате происходит из-за нехватки у организации собственных средств. Большинство продуктов из-за роста цен становятся все менее доступными для россиян. По данным январского отчета Росстата о социально-экономическом положении России, средняя зарплата в стране 32 600 рублей. Но если в прошлом году на нее можно было купить 584 килограмма сахара, то в этом всего 380 килограмм, то есть почти в полтора раза меньше. Разумеется, сахарная шкала – лишь пример, но, похоже, ситуация наблюдается и по остальным продуктам. Ситуация странная, особенно если учесть, что производство продуктов в России существенно выросло. Похоже, ФАС занимается чем-то не совсем понятным. Российским туристам не нужно будет оформлять визу для въезда в Македонию. Безвизовый режим сохраняется до 15 марта 2016 года. Сообщение было опубликовано на официальной страничке посольства Македонии в Фейсбук. Безвизовый режим позволяет находиться в стране 90 дней каждые полгода, а для въезда туристам достаточно иметь загранпаспорт и страховой полис. Однако, если срок пребывания в Македонии составит более 90 дней, потребуется оформление национальной македонской визы. Для ее оформления нужно обратиться в консульский отдел посольства Македонии в Москве. В принципе, круг стран, где будут отдыхать россияне в этом году, постепенно обозначается. Российский фондовый рынок открылся повышением. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1612 пунктов. Среди лидеров роста – Мичел, АФК-система, группа Пик, Распадская и Мосэнерго. Аутсайдеры – Дикси, РДР, Русала, Интеррао и Акрон. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС. На азиатских рынках динамика торгов разнонаправленная. Нефтяные котировки продолжают торговаться у 53 долларов за баррель. Однако все внимание участников торговых площадок переключилось на заявления Федерезерва США, которые будут обнародованы сегодня в 21.00 по московскому времени. Курс доллара на 18 марта – 61,75 рубля, копеек. Курс евро – 65,43 рубля. Золото стоит 2292 рубля за грамм. Серебро стоит 30,93 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 53 доллара 15 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.